Вы понимаете, что он понимает, что он написал, что и породится. Он пришел поднимать, что он не занимает. Знаете, есть, ну как бы вот, один из богословов, он сказал так, что история этого времени столь тесно переплетена с пророчеством Исаии, что нельзя понять смысл пророчеств без знания, а с понимания происходивших сути тогда событий. Ну то есть он говорит, ну понимаете, да, о чем идет речь? Что для того, чтобы даже больше понимать, почему Исаия говорил то-то или то-то, то хорошо бы хотя бы хоть примерно понимать исторические события, которые были тогда. Оно, конечно, даты всегда для меня тоже, оно так не узнавато, но с другой стороны, хоть немножко, хоть на слуху у вас будет понимание вообще, что происходило тогда с Иудеей. Да, ну вот допустим, к примеру, мы прочитали вот это пророчество, да, которое Исаия говорит по поводу Египта, да. Если вы просто читаете это пророчество, ну по большому счету, вы сильно понимаете, о чем говорил? Ну что-то было связано с Египтом, да. Ну можно понять, что где-то там царь иудейский, да, он где-то уповал на Египет, да, как бы понятно. А чего и почему, как бы до конца, то есть, ну можно не придавать этому значения, конечно. Можно пройти, как говорится… Да, просто мне интересно, что в Египтомской династии и в Израиле очень было тесное отношение с Эклогой, потому что они считаются с Эклогой, и в Саффе, и в Саффе, и в Саффе. Поэтому если вы сидите как бы враг, то получается, что друг, потому что эта история, но ты же понимаешь, почему он здесь. А если вы знаете, что… Ну да. Ну, в любом случае, да, запаситесь терпением. Еще немножко мы с датами поработаем, хорошо? В принципе, мы запишем еще, наверное, вот одну дату. Ну, на этом закончим эту часть. Значит, с 701 года по 688 год. 688 год. Ассирийцы дважды подходили к границам Иудеи. И Иудея откупалась просто. Таким образом, государство выиграло 150 лет до падения, которое произошло в 586 году. В 586 году. Да, государство выиграло 150 лет. Откупаясь от захватчика… И падение государства произошло в 586 году. Идите. 688 год. И intuit kontRA� под CFS. И пластинаitнон был. Значит, давайте вот это высказание, то, что я сказал, запишем его. История этого времени столь тесно переплетена с пророчествами Исаии, история этого времени столь тесно переплетена с пророчествами Исаии, что нельзя понять смысл пророчеств без знания основных сведений того времени. Что нельзя понять смысл пророчеств без знания основных сведений того времени. То есть, без понимания происходивших тогда событий. Что нельзя понять смысл пророчеств без знания основных сведений того времени, без понимания происходивших тогда событий. То есть, другими словами, вы больше будете понимать пророчество Исаии, когда вы будете знать исторический фон его жизни. Скажем, события, в которых он жил исторически. Что повторить? Без знания основных сведений того времени, без понимания происходивших тогда событий. Вопрос такой. На ваш взгляд, вот вы начали уже читать книгу, да? Ну, может, кто-нибудь раньше читал ее. Какое было духовное состояние Иудеи в тот момент, когда жил Исаия и пророчествовал? Ну, во-первых, вот правильно было замечено. Первое, можно себе отметить, что духовное состояние было таким, что Идолопоклонство присутствовало, да? И помните, вчера я затронул этот момент, что в последних главах книги пророка Исаии, да, вновь возвращается Исаия к вопросу Идолопоклонства. И после Вавилонского пленения, например, этот вопрос вообще отвалился. То есть, к нему как бы больше не возвращаются, да, после возвращения из Вавилонского пленения вопрос Идолопоклонства больше не стоял. Кого? Это вы читаете, да, Неемия описывает об этом. Он описывает, что после того, когда были восстановлены стены Иерусалима, началось проходить служение, да, и священники читали книгу закона. То есть вопрос действительности после Вавилонского пленения об Идолопоклонстве, он исчерпал себя. То есть больше к этому вопросу массово, как бы, ну, может, кто-то там в единичных случаях поклонялся, да, Идолам, но массово иудеи больше не поклонялись, ну, не были Идолопоклонниками. Но в момент служения Исаии, это было как бы одной из основных проблем. И Исаия постоянно об этом говорит в своих пророчествах. Это вопросы, связанные с Идолопоклонством. Еще одна проблема, ну, или не проблема, а, скажем, духовное состояние, то есть даже поклоняющиеся Богу Авраама Исхака Якова, да, Богу Яхве, то поклонение это было каким? Да, это было формальное поклонение, поэтому можете себе отметить, что духовное состояние так же, как бы, это как второе такое, ну, определяющее, что поклонение Яхве, оно было очень сильно формальным. И мы должны понимать, что на самом деле послушание и поклонение Яхве, они идут всегда рука об руку. То есть не может быть одного без другого. Если нету послушания и поклонения совместно, то это не является истинным тогда поклонением и почитанием Яхве. И, знаете, одна из целей, как бы, пророков вообще того времени, это их попытки вновь утвердить связь между поклонением Яхве и послушанием Ему. Это одно из целей их, ну, служения как пророков. Оно было заключено именно в том, что они пытались утвердить, да, восстановить, как бы, чтобы послушание и поклонение, они, ну, были вместе. То есть они стремились к тому, чтобы убедить народ, что обряд без послушания абсолютно бессмыслен. Понимаете, да? То есть грех народа на тот момент, он был заключен не в каком-то культовом недостатке, ну, в вопросе того, что не было поклонения, да? То есть культовое поклонение присутствовало. Культовое поклонение присутствовало, но в то же самое время не было чего, не было отказа слушать и слышать Яхве. В результате чего было культовое поклонение, но не было послушания. То есть они не слышали Слово Божье и не собирались оповиноваться Ему, этому слову. Вот такое вот было духовное состояние на тот момент иудеи и народа иудейского. Ну, сейчас мы поговорим о... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова